Родился в семье заслуженного тренера СССР по пятиборью Анатолия Ивановича Певцова, 1930-2013, и спортивного врача, кандидата медицинских наук, первого президента Национальной Федерации лечебной верховой езды инвалидного спорта России, гипотерапии. На имя Семеновна Роберт, род, 1928, в детстве Дмитрий много занимался спортом, карате и дзюдо, после окончания школы работал фрезеровщиком на заводе. В 1980 году неожиданно для самого себя принял решение поступить в ГИТИС. В 1984 году, после окончания ГИТИСа, курс И.И. Судаковой и Л.Н. Князевой, был принят в труппу театра на Таганке. Режиссер Анатолий Фрос ввел Певцова в свой спектакль «На дне» А.М. Горького в роли Васьки Пепла. В 1986-1987 году проходил срочную службу в Советской армии, играя на сцене театра Советской армии. После армии Дмитрий продолжил работу в театре на Таганке. Одной из его первых успешных театральных ролей стала работа в спектакле «Федора», 1988, режиссера романа Виктюка, «Театр А. Аллы Демидовой». В 1991 году молодой актер был приглашен в труппу Московского театра «Ленком», где служит и в настоящее время. В «Ленкоме» Певцов дебютировал в главной роли и в спектакле «Гамлет», постановка Глеба Панфилова. Впоследствии на сцене этого театра Дмитрий сыграл три плева в «Чайке», постановка М.А. Захарова, Фигера в спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигера», Шпигельского в спектакле, «Две женщины», Чищикова в спектакле, «Мистификация», Петруччо в спектакле, «Укращение и укротителей». Премьера состоялась 14 января 2002 года. 23 марта 2005 года Певцов был введен на главную роль графа Рязанова в легендарной рок-опере «Юнон и Авось». В этом спектакле он заменил Николая Караченцова, который после автомобильной катастрофы не мог продолжать актерскую деятельность. Работая в «Линкоме», Дмитрий сыграл спектакли еще в четырех театрах. Не только в Москве, принимал участие в мюзикле «Метро», играл в спектаклях «Ночь нежна» и «Чарли Ча», театра «Луны». Исполнил главную роль в мюзикле «Истыгские ведьмы», премьера 12 марта 2003 года. В кино Дмитрий Певцов дебютировал в 1986 году. Ему досталась небольшая роль Джима в последнем фильме Татьяны Лиозновой «Детективе. Конец света» с последующим симпозиумом. Эта картина была показана по телевидению и всего однажды не принесла известности. Зато в 1989 году роль Якова Самова в картине Глеба Панфилова «Мать» принесла актеру премию Европейской киноакадемии «Феликс» в номинации за лучшую мужскую роль второго плана. А всенародное признание пришло к Певцову в 1990 году после роли Савелия Говоркова в одной из первых отечественных лент категорий «Экшен» фильма Александра Муратова по прозвищу «Зверь». В том же году артист снялся в фантастическом фильме «Подземелье ведьм», где его партнерами были Марина Левтова, Сергей Жигунов и Николай Караченцев. На сегодняшний день на счету Дмитрия Певцова несколько десятков ролей в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах и телесериалах различных жанров. «Мафия бессмертна», «Королева Марго», «Графиня де Монсаро», «Тонкая штучка», «Бандитский Петербург», «Львиная доля» и других. С 1999 года Дмитрий Певцов занялся песенным жанром. Стал записывать песни с различными композиторами. Выступать с концертными программами как поющий актер. В том же году принял участие в записи рок-оперы Павла Смеяна «Слово и дело», а через два года в записи авторского компакт-диска Николая Парфенюка поют актеры. Линкома, с 2001 года принимает участие в кольцевых автогонках Кубка «Фольксваген Пола». В 2002 году ввел программу «Последний герой 2». В 2004 году выпустил сольный компакт-диск «Лунная дорога», все песни к которому написал композитор Николай Парфенюк. В 2007 году Дмитрий Певцов был представлен к Ордену Почета, а в 2013 году удостоен Ордена. За заслуги перед Отечеством, а и в степени, в 2009 году Певцов в дуэте с певицей Зарой занял второе место в телепроекте «Две звезды», на «Первом канале», с 2010 года стал выступать с концертной программой «Певцов много», «Певцов один», с сольной лесострит-рок-группой «Картуш», под руководством Андрея Вертузаева. В 2011 году Певцов и «Картуш» дали около 60 концертов. В 2012 году Дмитрий Певцов сыграл главную роль графа Монте-Кристо в музыкальной драме «Я, Эдмунд Антес», по мотивам романа «Александр Дюма», поставленной Егором Дружининым в Московском театре у Миносерпуховке. В 2013 году Дмитрий Певцов и его жена Ольга Дроздова набрали в Институте современного искусства «Актерский курс». С тех пор Дмитрий преподает и является художественным руководителем на кафедре актерского мастерства. В том же году он возглавил жюри и стал попечителем Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага». Международного фестиваля